Уважаемые коллеги, дорогие друзья, уважаемые члены президиума, спасибо за предоставленную возможность выступить на этом конгрессе. Это один из значимых больших конгрессов по онкологии и, конечно, для меня большая честь, что вы меня пригласили выступить. Ну и, коллеги, я хочу поприветствовать всех собравшихся. Я думаю, что секция обещает быть интересной, и вы не пожалеете, что пришли послушать всех докладчиков. Что касается моего доклада. Важнейшее направление реабилитации онкологических пациентов. В сегодняшней секции мы будем обсуждать медицинскую реабилитацию в общепринятом контексте. Да, сегодня есть порядок по медицинской реабилитации. Да, он применяется и для реабилитации онкологических пациентов. Да, определен порядок реабилитации, обязательное участие в мультидисциплинарной реабилитационной команде большого количества врачей, работников среднего медицинского персонала, не медицинских работников, для того, чтобы пациент в процессе реабилитации восстановил утраченные функции. Это же и касается и онкологического пациента. На сегодняшний день основные технологии медицинской реабилитации, они не так широко представлены, как у пациентов неврологического, ортопедического профиля, но все-таки мы занимаемся физической реабилитацией, нутритивной поддержкой. Это большая составляющая медицинской реабилитации онкологического пациента при подготовке к лечению, которая применяется в процессе всего противоопухолевого лечения. Конечно, психологическая поддержка, куда без психологии, ну и другие технологии, которые можем мы применять. Это низкоинтенсивная лазеротерапия, иглорефлексотерапия и так далее. Я хочу сегодня остановиться на двух моментах, которые в медицинской реабилитации не учтены. Это поддерживающая терапия и коррекция сопутствующей патологии пациента в процессе специального противоопухолевого лечения. Конечно, необходимость мультидисциплинарного подхода к лечению онкологического пациента, она общепринята, и ее никто не оспаривает, и мы должны привлекать и иных специалистов, специалистов иного профиля для реабилитации наших пациентов. В течение последних 30 лет в мире уже сформулированы основные направления поддерживающей терапии онкологического пациента. И сегодня поддерживающая терапия является обязательной частью специального противоопухолевого лечения. Все онкологи знают об этой ситуации, но не все применяют, потому что пациент госпитализировался, быстро пролечился и был отправлен домой после лекарственного лечения, после лучевой терапии. И если возникают какие-то осложнения, то он уже зачастую не возвращается к специалисту-онкологу, не возвращается в реабилитационное отделение онкологического центра, а, допустим, по скорой помощи поступает в какую-то медорганизацию в субъекте. Что хочется сказать? Вот мы, когда готовились к этому докладу, сделали литературный обзор, для чего все-таки нужна поддерживающая терапия в рамках медицинской реабилитации. По данным многоцентровых исследований, например, снижение интенсивности дозы за счет как редукции суммарной цикловой дозы цитостатических препаратов, так и удлинения интервала между курсами приводит к ухудшению общей выживаемости. При раке молочной железы снижение дозы интенсивности на 15% сокращает общую выживаемость на 16 месяцев. И при раке яичников снижение дозы интенсивности на 15% сокращает общую выживаемость на 25%. Это отмечено и в случае анемии. Анемия признана независимым предиктором плохого прогноза у онкологических пациентов. Нами представлен обзор 60 исследований, оценивающих выживаемость, оценивающих выживаемость, где было отмечено общее увеличение риска смерти у онкологических пациентов с анемией на 65% по сравнению с теми, у кого анемии не было. Тошнота и рвота, также развивающиеся на фоне системной терапии, помимо негативного влияния на качество жизни, также ухудшают отдаленные результаты лечения. Перед вами представлено большое многоцентровое исследование, где на примере 1213 пациентам диссиминированным раком яичников было представлено, что общая выживаемость и выживаемость без прогрессирования была короче у пациенток с тошнотой и рвотой 3-4 степени. Это же касается и патологической утомляемости. Обзор четырех исследований выявил влияние патологической утомляемости и побочных эффектов системной терапии на общую выживаемость и продемонстрировал, что медиана общей выживаемости была на 26-45% меньше у тех, кто сообщал о наличии патологической утомляемости на момент начала лечения в сравнении с теми, у кого отсутствовала данная симптоматика. Уважаемые коллеги, все онкологи знают об этой ситуации, все понимают, что нужно с этой ситуацией что-то делать, но не все понимают источники финансирования реабилитации данных пациентов. Конечно, финансовая составляющая сейчас медицинской реабилитации с применением поддерживающей терапии, она крайне мала и, возможно, не так выгодна. Но все же моменты и система оплаты уже практически выстроена и продолжает выстраиваться. И в своем докладе я хотела показать именно это. Уважаемые коллеги, обратите внимание на этот слайд. Коррекцию побочных эффектов системной терапии можно осуществлять в рамках клинико-статистических групп по медицинской реабилитации при других соматических заболеваниях в условиях дневного стационара либо амбулаторно. Стоимость варьирует от 37 тысяч в стационаре до 17 тысяч амбулаторно. При этом важно помнить, что в данном случае обязательно не менее двух приемов специалиста. Специалиста либо онколога, либо специалиста по медицинской реабилитации. И это тоже входит в глобальную оплату медицинской реабилитации. Реабилитацию пациентов с анемией в случае железнодефицитной природы анемии можно финансировать за счет того же КСГ, но можно провести этот случай по КСГ болезни крови, который составляет 12 тысяч, но для этого необходима лицензия для оказания помощи по профилю гематология в рамках дневного стационара либо по хирургии, и это можно будет проводить по смежным специальностям. Экономические последствия нутритивной недостаточности также влияют на систему здравоохранения из-за затрат, связанных с большим количеством осложнений ведения онкологического пациента, увеличением продолжительности его лечения, увеличением продолжительности пребывания в стационаре, в отделении реанимации, что подтверждено как российскими, так и зарубежными исследованиями. Энтеральную нутритивную поддержку также покрывает оказание случая реабилитации при других соматических заболеваниях. И парантеральное и энтеральное питание также можно назначать в рамках КСГ. Уважаемые коллеги, у 97% пациентов, получающих лучевую терапию, развиваются лучевые повреждения кожи той или иной степени выраженности. И на дерматологические осложнения мы должны обратить также особое внимание. Поздние кожные реакции, например, фиброз, атрофия, которые развиваются в течение нескольких месяцев или даже лет после завершения лечения, могут вызвать дальнейшее осложнение и препятствовать восстановлению процессов у пациентов со злокачественными заболеваниями. Оконоподобная сыпь также является наиболее распространенным нежелательным явлением при применении ингибиторов ИГФР. После 2-4 месяцев терапии интенсивность сыпи уменьшается, но весь этот период качество пациента, конечно же, оставляет желать лучшего. Уважаемые коллеги, вариантов оплаты медицинской реабилитации с лучевыми повреждениями как минимум 3. Также их можно провести по КСГ, по профилю онкология, со стоимостью от 80 до 120 тысяч, но для этого должна быть обязательно лицензия по онкологии в дневном стационаре, либо круглосуточном. Можно, кроме того, воспользоваться КСГ-профилем дерматологии, стоимость которого варьирует от 16 тысяч до 42 тысяч в рамках круглосуточного стационара. Тоже должна быть соответствующая лицензия. Ну и, конечно, можно воспользоваться нашей любимой КСГ-реабилитацией при других соматических заболеваниях. Уважаемые коллеги, аллопеция. Обращаю ваше внимание на возможность помощи пациентов с аллопецием. Поиск в коррекции аллопеции на сегодняшний день начинает приобретать значительную актуальность при оказании комплексной мультидисциплинарной помощи пациентам со злокачественными заболеваниями. Организация с помощью КСГ-реабилитации при других соматических заболеваниях. Либо КСГ по профилю дерматология, лечение дерматоза с применением наружной терапии и фототерапии. Стоимость варьирует от 37 до 84 тысяч. Стоматологическое сопровождение. На сегодняшний день стоматологического сопровождения онкологического пациента нет, хотя оно необходимо. И ведение по УМС сегодня и реабилитация онкологического пациента, и работы стоматолога в рамках мультидисциплинарной бригады не определено. Сопровождение в процессе реабилитации гинекологов. Онкологи и реабилитологи крайне мало уделяют внимания коррекции симптомов менопаузы у онкологических пациентов, хотя они значительно влияют на качество жизни женщин. Частота эпизодов, приливов и их степень выраженности по данным авторам в 6 раз больше по сравнению с общей популяцией той же возрастной группы. При этом стандартное лечение, включающее в себе назначение заместительной гормонной терапии, не показано пациенткам, у которых даже в анамнезе были раки молочной железы, эндометрия, рак яичников. Только в случае рака шейки матки заместительной гормонной терапии некоторых авторов применимо. Отдельные технологии медицинской реабилитации могут помочь справиться с данной проблемой. Они представлены на слайде. Лечебная физкультура, дыхательная гимнастика, йога и так далее. Атрофия вульвы и влагалища. Тоже огромная проблема. От 10 до 50% женщин в процессе специального противоопухолевого лечения и в процессе наступления преждевременной именопаузы страдают данной симптоматикой. Также мы призываем участвовать гинекологов в работе мультидисциплинарной реабилитационной команды. К сожалению, вариантов оплаты мало. Также двукратный прием гинеколога и медицинская реабилитация при других соматических заболеваниях. Кардиология. Все вы знаете, я долго не буду останавливать, что препараты, использующие для типичной химиотерапии, кардиотоксичны. Большинство больных, 70%, получавшие химиотерапию в одном из клинических исследований, страдали кардиотоксичностью в 48 случаях. В августе 2022 года были опубликованы клинические рекомендации Европейской ассоциации кардиологии. Согласно этому документу, исследование кардиоспецифических ферментов для онкологического пациента носит обязательный характер как в начале, так и на фоне проводимой терапии. И также пациенты, находящиеся в группе риска, должен осматривать кардиолог. Неврологическое сопровождение. Полинеропатия развивается практически у 90% пациентов на фоне системной терапии. И в дальнейшем более 30 больных после прекращения лечения имеют те или иные симптомы повреждения периферических нервных волокон. Система реабилитации не отработана. Очень мало мы можем применить медикаментозных препаратов. И мало методик, которые были бы научно обоснованы и помогли бы нам справиться с данным грозным осложнением. Ну, конечно, мы используем такие методики, как ЛФК, акупунктура, электротерапия, бальниотерапия. Если пациент с проявлением кардиотоксичности мы можем реабилитировать только с помощью КСГ-соматические заболевания, то в случае периферической полинеропатии выгоднее использовать КСГ-медицинская реабилитация пациентов с заболеваниями опорно-двигательного аппарата и периферической нервной системы, стоимость которой варьирует от 21 тысячи в рамках амбулаторной помощи до 30 тысяч в рамках дневного стационара. Уважаемые коллеги, как руководитель, который на сегодняшний день руководит не только Центром медицинской реабилитации, нашу структуру, входят медицинские организации, занимающиеся санаторно-курортным лечением, и мы не можем обойти приказ, регламентирующий санаторно-курортное лечение, показания-противопоказания для онкологического пациента. В соответствии с этим приказом могут быть направлены на санаторно-курортное лечение пациенты со злокачественным новообразованием 3-й клинической группы диспансерного наблюдения, получившие радикальное противоопухолевое лечение, полностью его закончившие и не имеющие признаков рецидива или метастазов опухоли. Приказ, хотя и обновлялся в 2020 году, не претерпел изменения, и, конечно, на сегодняшний день он требует корректировку. Наши зарубежные коллеги пациентам со злокачественными заболеваниями и лечению их в рамках санаторно-курортного комплекса уделяют крайне малое значение. На данном слайде представлен крупнейший последний обзор, куда включены 12 исследований с участием 430 пациентов. В основном это пациентки с раком молочной железы. Оценивались влияния разных видов больной терапии на качество жизни и другие параметры. К сожалению, из-за получения слишком разнородных данных, какие-то выводы глобально сделать нашим коллегам не удалось. На данном слайде мы представляем большое клиническое исследование, посвященное санаторно-курортному лечению пациентов со злокачественными заболеваниями Российской Федерации, где коллеги оценивали эффективность санаторно-курортного лечения 348 человек с различной локализацией онкологического процесса. В программах санаторно-курортного лечения этой категории были включены такие технологии, как климат, ландшафтотерапия, минеральная вода, изотермические ванны, лечебное плавание ЛФК и отдельные виды аппаратной физиотерапии. Ну и, конечно, диетотерапия, психотерапия. Авторами отмечено улучшение общего состояния пациентов, восстановление нарушенных функциональных показателей и выраженный психотерапевтический эффект от лечения. Уважаемые коллеги, в завершении своего доклада я хотела бы остановиться на схеме маршрутизации пациента со злокачественным новообразованием в процессе всего специального противоопухолевого лечения. Безусловно, для того, чтобы мы увеличили безрецидивную выживаемость, общую выживаемость онкологического пациента, данные я приводила в начале доклада наших зарубежных коллег, для этого мы должны пациента не отпускать от себя, мы должны его реабилитировать с применением поддерживающей терапии, с различными методиками коррекции сопутствующей патологии, чтобы наш пациент вовремя, в срок, в нужной дозе получил весь комплекс специального противоопухолевого лечения. Мы работаем для пациента. На сегодняшний день это годы медицинской реабилитации, и онкологические пациенты также не должны быть обеднены и обойдены в этом процессе. Поэтому мы широко ратуем за применение медицинской реабилитации онкологических пациентов. И у нас на сегодняшний день идут большие проекты по медицинской реабилитации и сопровождению онкологического пациента в процессе специального противоопухолевого лечения. В частности, на острове Сахалин. Поэтому вот все, что я хотела доложить. Если какие-то вопросы, я думаю, в конце я с удовольствием...